МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир Хабар 24 продолжает выпуск новостей в студии Петагу Саркулова. Здравствуйте. Подачу тепла в большинство домов экибастуза планируют восстановить завтра, то есть 4 декабря, об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Олег Круг. По его словам, над этой задачей работают больше 400 человек, и к этому часу подали тепло еще в 9 домов. Осталось 19. За ситуацией в городе продолжает следить наш корреспондент Ербол Абишев. Жители дома по улице Сапаева 8 не ждут помощи. Они сами пытаются восстановить размороженную систему отопления, собирают свои ремонтные бригады и несут круглосуточное дежурство на теплосетях. Мы грели паяльными лампами, всем, с чем можно было. Мы только отогревались, чтобы не потерять отопление. За счет этого наш дом остался с теплом. Первый подъезд замерз, мы жители второго подъезда. Третий подъезд частично с отоплением, но часть у них нет. Светлана Горч живет в соседнем доме. Ее квартира пострадала сильнее других. Я разорвала 4 батареи из 6 в квартире. Вот, пожалуйста, полюбуйте, в каком состоянии она находится. Вот спим мы вот так, одеты. Свет у нас периодически отключают. То есть греться обогревателем невозможно. Да и площади квартиры большие не позволяют этими маленькими обогревателями, которые раздали, нагреть квартиру. В этом доме не знают, как быть после визита ремонтной бригады тепловиков. На стену хлынул горячий фонтан. Горячая вода била до 9 этажа. После них стена замерзла. Пошли трещины до 5 этажа. Этой горячей водой затопило подвал. Устранение последствий масштабной аварии занимаются около 300 специалистов. Наша задача обеспечить полные ремонтные работы на всех тепловых узлах, подводящих сетях, а также в квартирах, где у нас были выявлены повреждения батареи. По последним данным, в Египастузе к данному часу теплоснабжение удалось довести до подвалов многоэтажных домов. Теперь, по словам специалистов, необходимо в кратчайшие сроки реанимировать внутридомовые системы отопления. В замерзающий город доставили несколько партий радиаторов, для того, чтобы заменить те, что пришли в негодность. Мирбулат еще в Женестве Мирбулат из Египастуза, Хабар, 24. В горах Алматы выставили блокпосты из-за вероятности схода снежных лавин. Находятся они на участке автодороги Шамбулак и Дельвейс, выше плотины Медео. Об этом предупредили в департаменте ПУЧС. Спасатели призвали горожан пока воздержаться от похода в горы. Снежный покров сейчас крайне неустойчив. За последнюю неделю уже зафиксировано 14 случаев схода лавин. Жертв и пострадавших нет. Всего в Алматинском регионе больше 150 потенциально опасных мест. Без крыши над головой рискуют остаться больше 50 семей в Туркестанской области. Несколько лет назад они приобрели участки у местного предпринимателя, выплатив ему от 150 тысяч тенге до миллиона. Однако позже выяснилось, что земля не предназначена под строительство жилья. Единственный документ, который остался у доверчивых граждан, это расписки. Екатерина Попкова разбиралась в ситуации. Этот небольшой участок Мейрамбай Маханов купил еще 8 лет назад, пока ждал документы на участок земли и затеял грандиозную стройку. Мужчина говорит, что вложил последние сбережения в дом, но узаконить его так и не смог. Восемь лет уже. Обещают, завтра, послезавтра, через месяц документы сделаем, сделаем, вот и идем. До тех пор нету. Мы доверяющие человеки, понимаете? Вот доверяли, до тех пор доверялись. И таких доверчивых в жилом массиве Арман-3 у Рдобасинского района оказалось целых 50 семей. Они купили эти участки по приемлемой цене у предпринимателя. Тот, в свою очередь, пообещал людям оформить документы на землю. Но в итоге на руках у сельчан только эти расписки. Все эти построенные дома в микрорайоне Арман-3 не числятся нигде. По сути, люди здесь бесправны. По генплану это земля для сельхозназначения. Теперь сельчане боятся остаться на улице. А выяснилось это, когда люди стали просить нормальные дороги, питьевую воду и свет. Трансформатор здесь, кстати, есть. И, по словам сельчан, принадлежит тому же предпринимателю. За электричество приходится платить втридорого, жалуются люди. А недавно появилась проблема посерьезнее. В один участок уже несколько хозяев есть. Что делать теперь? Живем без дорог, воды, газа. Я лично собирала по две тысячи с каждого, чтобы трактор нанять и путь до трассы сделать. Дети в школу по грязи идут. Сюда даже скорая помощь заехать не может. Приедут и возле трассы стоят. Однажды я встречался и разговаривал с землевладельцем. Провёл разъяснительную работу. Эта земля должна быть возвращена в районный земельный фонд. После этого администрация выдаст решение о строительстве жилья. После того, как страсти в жилом массиве начали накаляться, вмешалась полиция. Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сельчане переживают, что вмиг могут остаться без крыши над головой. Однако в районном Акимате говорят, что речь о сносе незаконно построенных домов пока не идёт. Катерина Попкова, Нурмаханбек Муратов, Туркестанская область, Хабар, 24. Около 500 рогов Сайги изъяли полицейские у жителей Алматы. Правоохранителям поступила информация о том, что местный житель хранит и избывает рога краснокнижного парнокопытного. В ходе проведённой спецоперации в доме подозреваемого обнаружили рога, а также камни неизвестных пород. Обстоятельства доставки товара в Алматы и условия их реализации установят в ходе следствия. В событиях в мире администрация Нью-Йорка ищет директора по борьбе с грызунами. В мегаполисе настоящее нашествие крыс. Готовая зарплата будущего директора составит от 120 до 170 тысяч долларов. Соискатели предупреждают, что работать ему придётся круглосуточно. В его задачи будет входить координация работы по борьбе с крысами, разработка соответствующей стратегии, взаимодействие с властями города и специалистами на разных уровнях. Отмечу, Нью-Йорк входит в тройку городов, где количество грызунов бьёт рекорды. Власти перепробовали уже различные способы. Регулярно вывозили мусор, проводили жилищные инспекции, использовали сухой лёд в местах скопления крыс. Но стратегии, на которые потратили миллионы долларов, не дали желаемого результата. Окраины бразильского Рио-де-Жанейро охватили лесные пожары. Огонь полыхает в окрестностях одного из самых оживлённых районов города – Капакабана. Причины возгорания выясняют. По сообщениям очевидцев, пожар начался после запуска фейерверка во время просмотра футбольного матча Чемпионата мира в Катаре. Огонь пока не затронул жилые дома. А полицейские Мексики перехватили крупную партию наркотиков. Больше 300 килограммов фентанила пытались перевести в кокосовых орехах. Для этого мякоть плодов предварительно вынимали и высушивали, а пустую скорлупу заполняли запрещенными веществами. Подозрительный груз правоохранители обнаружили в грузовике на окраине штата на севере страны. Задержаны двое. Начат расследование. Вернемся в Казахстан. От задумки до реализации бизнес-идей. Еще несколько многодетных мам столицы пришли на мастер-класс по валянию войлока. Для большинства из них это не просто хобби, но и потенциальный источник дохода. Валяние войлока сегодня переживает новые рождения, считает Камиля Сулейменова. Для мастер-класса выбрана техника сухого валяния. Текемет в стиле монохром украсит как стены, так и полы, рассказывает Камиля. Себя она считает экспериментатором. Создает эксклюзивные вещи, вбивая войлок в шелк. Это не просто традиционный такой вот войлок, да, толстый, который носили наши предки. Это повседневная одежда, тонкая, которую можно носить летом. Вот, например, на мне, да, тоненький, очень тоненький шарф, да. И на Мадине очень тонкий такой нежный шапан, который можно носить как зимой, так и летом. Техника очень простая, объясняют мастерицы. Кусочки шерсти складывают в нужный узор и многократно протыкают специальной иглой. Сделать из шерсти можно все что угодно, от одежды и сумок до ковров и игрушек. Это отличная возможность узнать нашу историю поближе, узнать наши традиции. Вот, я первый раз пробую делать ковер, и это очень развлекает. И мы с девочками вокруг собираемся и просто рассказываем истории, как бабушки наши плетли эти вот коверы. Мы этому всему обучаем. Это бизнес, бизнес-план, это возможность привлечь инвестиции, гранты, возможность открыть свое дело, договора аренды, работа с подрядчиками, поставщиками. И следующий этап, это, конечно, выход на рынок, когда у нас идет реализация, самый сложный. Азы бизнес-планирования прошли уже 120 столичных ремесленниц. Здесь они делятся опытом, получают новые знания и бонусом приятные эмоции. Путагос Базарбаева, Руслан Алиев, Астана, Хабар, 24. Художники и автор гобеленов из Балхаша, Омер Гильдабиев, готовят новую экспозицию своих работ. Сейчас их количество уже больше 60. Все они посвящены истории и культуре казахского народа. Наш региональный корреспондент Юла Начаус побывала в его мастерской. Цветные нитки вместо красок. Плетение гобеленов – любимый вид творчества Омер Гильде Абеова. Он работает как в классической, так и авторской технике ручного ткачества. История и национальные художественные образы в его произведениях выполнены с особым трепетом. Формы, размер, композиция, цветные эскизы могут не совпадать на сделанном гобелене. Но ковры, признается автор, получаются даже лучше задуманного. Хотя подобрать пряжу подходящего цвета непросто. Порой приходится распускать свои свитера и шапки. «Создание одного гобелена занимает примерно 3-4 месяца. Пока придумаешь идею, потом сама работа. А когда заканчиваю, делаю перерыв и занимаюсь чем-то другим, чтобы перезагрузиться, чтобы пришла новая идея». «Гобелены – живые полотна», – уверяет автор. «Их просто невозможно скопировать. Небольшая разница – все равно будет». «Сейчас декоративное искусство не очень популярно. Боюсь, что скоро никого не останется, кто владеет классической техникой. Потому тороплюсь делать как можно больше сам». За годы работы 74-летний мастер соткал больше 60 работ. Его гобелены есть в коллекциях нескольких музеев страны. Сейчас он готовит новую экспозицию своих работ. Юлана Чаузарин Зупыхар, Хабар-24, из Кыргандинской области. В Казахстане усиливаются общественные советы. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Дархан Кадрале на встречу с населением Женаркинского района области Улатау. Глава ведомства отметил, что в регионах с участием общественных советов решены многие вопросы, в том числе связанные с оплатой медицинских услуг, строительством школ, спортивных площадок и ремонтом дорог. Министр также провел прием граждан и встретился с молодежью. Второй год подряд посольство Казахстана в Грузии принимает участие благотворительной рождественской ярмарки в Тбилиси. Мероприятие традиционно организовано для сбора средств детям, сиротам и малообеспеченным семьям. Юлия Тушилкина узнала, что предложили на ярмарке казахстанцы. Рождественские праздники стартовали в Тбилиси. В эти выходные здесь открылась традиционная международная благотворительная ярмарка. В ней приняли участие около 30 иностранных посольств, работающих в Грузии, в том числе и депмиссия Казахстана. В этом году мы представляем наши продукции из войлока, наши традиционные казахские блюда, такие как чак-чак, самса, баурсаки. Это все приготовленное нами, собственно, ручно. Также был заказан казахстанский шоколад, который очень любят и ценят здесь, в Грузии. Очень много людей знают Казахстан, приходят, спрашивают, интересуются и покупают продукты наши с удовольствием. Цель у ярмарки благотворительная. В прошлом году участникам удалось собрать больше 33 тысяч долларов для местных нуждающихся. Лидерами по продажам тогда были Франция, Турция и Катар. В этом году, когда пандемия пошла на спад, ярмарка шире и разнообразнее. Гости с удовольствием разглядывают стенд с национальными товарами и, конечно же, приобретают то, что приглянулось. Мне все очень понравилось, но все, конечно, было для меня незнакомым. Это отличается от другой продукции, в том числе и от местной. Мне очень понравилась шкатулка в казахском стиле. Думаю, она украсит наш дом. Также девушки предложили мне отведать казахстанский шоколад. Покупками довольна. Разные языки, традиции, национальные сувениры и заморские угощения. Все ярмарочное пространство напоминало географическую карту мира, только интерактивную, шумную и веселую. А объединило участников одно – желание помочь и подарить праздник тем, кто в этом нуждается. Юлия Тужилкина, Ашалва, Сура Милашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. Больше 20 вокалистов эстрадного жанра из 8 стран приняли участие в вокальном конкурсе имени Розы Баглановой. Обладательницей гран-при стала Славея Иванова из Болгарии. Она получила денежный приз в размере 2 миллионов тенге. Три призовых места между собой поделили 6 молодых артистов из Казахстана, Польши и Кыргызстана. Это был масштабный и достойный конкурс. Участники и жюри приехали из разных стран. Мы услышали всеми любимые песни Розы Баглановой в разных интересных интерпретациях. Самое главное, что все артисты исполняли песни на казахском языке. Я хочу включить в свой репертуар ее произведения. Участники очень высокого уровня. Особенно хорошо то, что вы пригласили и иностранных участников, которые пели песни на вашем родном языке. Это для них тоже интеграция культур. Но и вообще, в принципе, это замечательная инициатива, которая посвящена великой вашей артистке, великой певице. Это действительно то, благодаря которому может дальше развиваться культура в глобальном смысле этого слова. К этому часу у нас все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова